Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня очередной мукбанк. Я решила замутить завтрак. Но обычно завтрак у меня яичница, авокадо, блины, максим панкейки. В этот раз я решила сделать немножко по-другому. Нашла в интернете новую закуску с сосиской в лаваше. Очень вкусно получается. Вообще, я заметила одну особенность. Подготовку к мукбанку должен делать кто-то другой. Пока я это все готовила, я уже и здесь попробовала, и там попробовала. И уже наелась, собственно говоря. Здесь у нас липтон. Я взяла и кофе, и липтон, потому что один стакан кофе для такого верблюда, как я, будет маловато. Если вы тоже кушаете, то приятного вам аппетита. У нас здесь горячие бутерброды. Мои любимые холодные бутерброды из красной рыбки. Мой любимый киндер молочный ломтик. Я, пожалуй, начну с него. Обожаю. Это просто самое любимое. Не обращайте внимания на мой макияж. Честно, я очень старалась. Но с темными тенями у меня всегда получается какая-то грязь на лице. Ну, вы знаете, дело не только в том, что я не умею краситься. Мне вообще редко в ацербайджане нравится как. Девчонки-визажисты красят. Настолько, знаете, ярко. Такой суперяркий контуринг. Тонна просто тонального. Я вообще не профи в макияже. Но и как они красят, мне тоже совершенно не нравится. Я просто не понимаю. Есть у девушки непроблемная кожа. Например, как у меня. Зачем наносить такой огромный слой тонального? Зачем? У меня, например, на лбу сейчас вообще тона нет. Понятное дело, я просто самоделкина. Но когда я еду на свадьбу, я вижу, как накрашены девочки. Просто ужас. Когда я буду выходить замуж, я обязательно буду записываться на пробный макияж. Пусть лучше я заплачу два раза за макияж невесты, но зато для меня не будет сюрпризом, как я буду выглядеть на своей свадьбе. Позавчера была на свадьбе, и невеста настолько красивая, девочки. Настолько просто красотка. Ее так накрасили, что это было ужас. Ужас. Не позавчера. 16-го. Это позавчера, получается. Вкуснотища. Вчера весь вечер с мамой смотрели фильм. Очень интересный. Здесь внутри сосиска. Сыр. Еще по рецепту этого не было, но я еще добавила туда кетчуп. Все раз с мамой смотрели детективный сериал. Российский. Впервые встречаю такой интересный российский фильм. Реально супер просто. Шесть часов длился. Обычно, как у нас происходит, мы с мамой начинаем смотреть фильм. Я смотрю где-то полчаса, потом мне становится неинтересно, и я иду в свою комнату. А мама продолжает смотреть. Мама еще всегда досматривает фильмы, который начинает смотреть. Прям всегда. И вот шесть часов я залипла. Такой закрученный сюжет. Ты не знаешь, кто убийца. Я вот в детстве, не то что в детстве, когда мне было 13-14 лет, когда я была подростком, я очень любила читать детективы Дарьи Танцовой. И вот у нее тоже сюжет, такой, знаете, необычный. Ты до конца не знаешь, кто на самом деле убийца. А в этих мелодрамах уже, не знаю, на 15-й минуте ты знаешь, кто за кого выйдет замуж и чем все дело закончится. Главная героиня всегда такая наивная. Ничего не видит, ничего не замечает. Все вокруг зло, только она хорошая. Итак, давайте поотвечаем на вопросы. Нур задает вопрос. С мужем вместе 15 лет влюбилась в другого. Наверное, очень странно прозвучит то, что я скажу. Я бы лично никогда в жизни не променяла свой брак, которому уже 15 лет, на какую-то интрижку. Вот вам кажется, сейчас вы влюблены в кого-то. Вы, например, бросите своего мужа, начнете общаться с этим человеком, и вы поймете, что не такой он уже классный. Для меня вообще семья это святое. Во-первых, семья, в которой ты родилась, во-вторых, семья, которую ты создаешь. Если вы 15 лет прожили с этим человеком, значит, не такой он уже и плохой человек. Поэтому я бы лично не стала рушить семью из-за внезапно появившихся чувств к кому-то, третьему лицу. Возможно, я просто неволюбчивый человек, и для меня эти чувства не чужды. Возможно. в последнее время, на мой взгляд, опять же, то, что я вижу вокруг, люди стали очень легко уходить из семей. Особенно, кстати, мужчинам ссылаются на то, что я буду помогать и так далее. Дети не удерживают мужчин. Несовместные какие-то покупки. Ничего. Захотел, ушел, понравилась какая-то другая роман на стороне и так далее. Нет. Конечно, никогда не говори никогда. Мы не знаем, что с нами будет лет через 10, понятное дело. Но я в своей жизни буду очень стараться сохранить свой брак на протяжении всей своей жизни. Поэтому я так интенсивно, можно сказать, выбираю человека, с которым я смогу прожить. У нас в Азербайджане, я заметила такую особенность. Девушки очень легко уходят от своих мужей, ссылаясь на то, что пусть платят алименты. В этом смысле государство как бы очень помогает. Помогает в том плане, что заставляют платить алименты. Конечно, сумма небольшая, но все зависит от зарплаты вашего бывшего мужа. Но я считаю, что для ребенка большая травма расти не в полноценной семье. Поэтому я сторонник тысячу раз подумать, прежде чем выходить замуж. Это раз. Во-вторых, выйдя замуж, прожить несколько лет без детей, посмотреть, подходит тебе человек или нет. в быту, не знаю какую. Так как у нас сожительство до брака как бы не особо приветствуется. После брака я бы года три минимум просто прожила бы. потому что рушить семью, где есть дети, это большой грех. А если у вас нету детей, и это единственное, что вас связывает, это штамп в паспорте и траты, которые были с обеих сторон на шикарную свадьбу, то я думаю, это мелочь. Очень вкусный бутылочек. бутылочек. В детстве, когда я смотрела Клон, вы знаете, что меня больше всего удивляет? Когда вышел сериал Клон, мне было пять лет. Я вот не понимаю, как я помню этот сериал до мельчайших подробностей, если мне было всего пять лет. Вот это до меня не доходит. Хотя потом я несколько раз пересматривала этот сериал, особенно сейчас, когда я работаю, там составляю какие-то графики, у меня на фоне кто-то болтает и обычно это Клон. Я все смотрела на импульсивную жадьи и думала, даже когда мне было пять лет, что почему она недооценивается и да. Он же такой классный. Я выросла и мои взгляды абсолютно не поменялись. Это закуска что-то мне не очень понравилась. Я одну штучку во время готовки съела, но я ее съела знаете почему? Потому что она обгорела. Вот как раз таки обгорелая была очень вкусная. А здесь как будто сосиска осталась сырая или мне кажется так, не знаю. Сталкивалась ли ты с осуждением из-за внешнего вида и из-за отсутствия хиджаба? 100% пишет девушка, которая никогда не была в Баку. Несмотря на то, что преобладающее большинство населения Азербайджана это все-таки мусульмане. У нас в Конституции даже написано, что у нас не исламское государство, а светское. Поэтому, да даже не из-за этого, это все ерунда, конечно, политические моменты. Дело в том, что в Азербайджане религиозные люди, в основном, девушки очень толерантные. Очень, действительно. Ты можешь встретить на улице девушку в хиджабе, и рядом с ней ее подруга, они там за ручки идут, и эта девушка в шортах, вся в татуировках. То есть, им интересно вместе, несмотря на то, что они абсолютно разные. Даже я знаю девушку, которая была в хиджабе, потом она сняла этот хиджаб. Насколько я знаю, это грех, но не было вообще никакого осуждения людей вокруг, что ты сняла. Но, знаете как, на такие вещи всем плевать. Кто как хочет, так и живет. Люди обсуждают сплетничать только по одним вопросам. Кто с кем живет, у кого какой любовник, кто с кем едет отдыхать. Какая-то девушка получила, не знаю, машину, последний рейндж ровер, за какие заслуги. Вот такие вещи здесь пипец, как обсуждаются. Кто ей подарил картель? гулящая. Я нахожусь в этом обществе, я это вижу. На этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.